За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Изюмском направлении в районе Нарцовки ВСУ обстреливает Изюм и балаклею из американских реактивных систем залпового огня «Хаймерс». Украинская армия попыталась переправиться через реку возле Залимана с целью контратаки, однако все попытки были сорваны слаженной работой российских акаций, наводимых с беспилотников. Огнем артиллерии была разбита понтонная переправа ВСУ и уничтожен катер, а также нанесено поражение личному составу противника. Российским войскам приходится в круглосуточном режиме зачищать лесные массивы между Изюмом и балаклеем от украинских диверсионно-разведывательных групп. В районах Курульки и Боровенково были сбиты два украинских самолета Су-25. На Луганском направлении серьезные войска продолжают атаковать лесичанскую группировку ВСУ со стороны ранее занятого Приволья. В результате боев войска заняли населенный пункт Шипиловку, который перекрывает отход ВСУ с Новодружеска на Белогоровку через это село. Одновременно со взятием Шипиловки союзные войска развили наступление в сторону Новодружеска и уже вошли в данный город, где сейчас идет выбивание украинской группировки. Новодружеск – принципиальный город, в котором были расположены основные пункты управления ВСУ иностранным легионам. У ВСУ остался единственный путь отступления на Белогоровку через Лисичанск. Продолжается выбивание украинских войск с южной части Лисичанска. Российские войска взяли под контроль желатиновый завод и приграничный поселок Шахта Матросская. На западном направлении российские войска со стороны Верхнекаменки вышли к окраинам Верхнекаменского. Также с Верхнекаменки войска пошли на Спорное в обход укрепрайонов, которые сдерживают натиск войска ЛНР со стороны Николаевки. Взятие Спорного сильно ухудшит оборонительное положение ВСУ в районе Берестово. Чтобы сдержать единственный оставшийся канал отступления Лисичанск-Северск, украинское командование подтянуло резервы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В Шевченково уничтожен склад боеприпасов. В районе Зеленодольска были сбиты два штурмовика Су-25. Со стороны Украины было обстреляно приграничное село Теткино Курской области. Пострадавших и жертв нет. Разрушения получили частные домовладения. На остальных фронтах без особых изменений. Субтитры создавал DimaTorzok